У меня горе, блин. Прикиньте, только что хотел вставить в телефон российскую карточку, чтобы самому себе смс отослать, потому что, ну, чтобы не деактивировали телефон, номер телефона, в апреле же надо будет им пользоваться. И, блин, короче говоря, отломалась вот эта вот бздюлька. Ну и капец, половина осталась там внутри. Соответственно, ни тайскую обратно поставить не могу, ни питерскую поставить. И единственное, что остается, это сейчас ехать в Bixi и раскручивать его там как-то, доставать вот эту штучку, которая там осталась. Естественно, менять вот эту, я не знаю, как это называется, блин. Бздюлька, давайте так ее назовем. Короче, что-то как-то день не заладился с утра. Все, мы в Bixi на первом этаже. И здесь надо теперь найти точки, которые чинят телефоны. Здесь их, кстати, достаточно. Но я, честно говоря, ни разу здесь не чинил, поэтому надо найти, надо искать. У меня есть проблема здесь, вы видите? Окей, я проверю. Мне пайониры? Нет, они. Вы видите? Окей, окей. И маленький пайониры внутри. Нет пайониры? Да. И может где-то здесь? О, вы проверите капец. Окей, капунгап. Саводи кап? Адиннапо. 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 Слушайте, ни у кого нету, блин. И че делать? Как так? Саводи кап? Нужно 5С. Да, я знаю. Я проверю. Окей, капунгап. Ну, вроде бы как сейчас будут искать. Посмотрим. Музыка. 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 Может быть, даже сейчас что-то и получится. Это радует. Единственное, что там будет другой цвет. Потому что белого не нашли, там будет розовенькая эта штучка. Ну, в принципе, какая разница. Музыка. Музыка. Тяжело еще достать, плюс ко всему. Этот кусочек, который там остался. О! Все. Отлично. Майки, чайка, бурки берем. Гуд. Все, радостная новость. Телефон заработал. Хех. Ну и раз уж я здесь, надо, наверное, покушать еще тоже. Ну, так быстренько перекусить и ехать дальше. У нас сегодня очень много дел, между прочим. Ах да, сколько это стоило? 150 бат. За все про все. За то, что он достал эту штучняшку, которая там осталась. И за новую вот эту вот бздюльку, как мы говорили. Музыка. Вот смотрите, время обеда. Фудкорт полностью весь занят. Вообще народу просто куча. Еще одна вещь, которую надо сегодня сделать, это подключить интернет на телефоне. Дело в том, что у меня он был, но он почему-то слетел. Почему, я не знаю. Поэтому надо сейчас зайти в офис АИС и спросить у них типа это. Ну, почему и давайте делать, а то как-то неудобно. Музыка. 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 А может быть здесь есть тарифные планы просто так взять эту бумажку и самому ввести код? То ли как тут разобраться тут, блин, все на тайском? Короче, я там что-то ничего не нашел. Придется ждать все-таки девушку и у нее спрашивать. Музыка. Музыка. Время активировать это дело. Она у меня на самом деле была. Но я ее где-то профукал, поэтому пришлось идти сюда сегодня. Но вот это очень хорошая штука, надо не потерять ее. В общем, в любом случае, едем дальше. У нас сейчас последние дни февраля, а соответственно надо делать видео про погоду. С этого года мы решили каждый месяц выпускать такие видео о погоде на Пхукете в конкретный месяц. И вот сейчас надо сделать о феврале. Я делал в январе и как раз был вот на этой площадке, называется Каукат смотровая площадка. И, честно говоря, были трудности, потому что на солнце стоять довольно жарко. Поэтому в этот раз я решил избежать этого и сделать ход лошадью. Я сейчас сниму просто панораму, а потом сам себя дома сниму на зеленом фоне, соответственно вырежу и поставлю туда. И посмотрим, что из этого получится. Все, в принципе, 8 минут видео одним кадром сделано. Теперь можно ехать домой, писать текст и, соответственно, снимать все это на зеленом фоне. Сегодня у нас вечер встречи друзей. Мы решили поужинать в одном очень интересном заведении в Пхукеттауне, называется Дейрихат. Сейчас Тема с Анжеликой должны подъехать где-то. Ну вот они, кстати, идут уже. Здорово. Привет. И самые первые. Стояли, стояли. Никого нету. Что вы врете? Я приехал, никого нету. Давай, по времени. Так, а что вы, мы же здесь вроде есть собрались, а что вы? Конечно, будем чего-то. Так что привет. А что у тебя? Давай обниматься. Есть сигарет, ну давай, ладно. Он очень любит обниматься, да. У нас это семейное. Ты скажи, а что у тебя сзади вот это вот? Коптер? Да. Подожди, я не понял. Мы переезжаем. Он работает или нет? Едем в Регги чай продавать. Это мой сундук. А коптер? А, это чайный сундук, а не коптер. Все понятно. Я думал, держать это в секрете, но не получается. Да, чайный мастер перед вами. Намеков Макс не понимает, ребята. Ну, абсолютно, да. Это место славится своим блюдом Гордон Блю. Это что такое? Ты не пробовал? А я, может, и пробовал, и не помню. Это когда еще Вега здесь был, да? Только здесь нужно кушать. Покажи, где здесь это. Что здесь по ценам вообще, кстати? Я что, тебе продавец. Ну, я не знаю, ты Гордон Блю, покажи, как он выглядит. Он же есть здесь где-то. Открой меню сначала, расслабься. Все время куда-то торопиться. Открой. Я Лев по гороскопу, у меня энергия прет. Моя мама Лев. Мясо, так уже мясо, сырого мяса. Ну, еще раз скажи, что все в порядке со львами. Ну, пожалуйста. С львами все прекрасно. Супер, спасибо большое. Нам принесли питье, и это на ковролине стоит. То есть, типа бердекелей, но из ковролина. Скажите, вы на фоне этого как раз сфотографировались? Короче, странная хрень. Да классная, смотрите, какая полезная. Главное, что не подтекает. Вот это и есть та самая... Котлето, Гордон Блю. Гордон Блю. Ли Гордон Блю называется. А почему именно так она называется? И что это за котлета? Очень вкусная. Это куриная котлета? Это кайда. Завернутая, нет, мы сейчас разрежем. Так это типа киевская, котлета по-киевски. Да, мясная, мясная. Давай ее разрежем и увидим все же, что внутри. Здесь есть разница, короче, есть вот с этим, с пюрешкой, а есть... С макарошками. С макарошками и с пюрешками. И с картошкой фри. Да, и с картошкой фри. А еще для особо голодных есть стейк куриный, короче. И мне скажи другое, подождите, короче, меня интересует, сколько вот это стоит? 150 бат. 150 бат, вот эта тарелка. Да. А у нас с тобой сколько стоит? Около 100 бат. Около 100 бат стоит чикен стейк, да. Я разрезал. Вот, смотри, там не просто куриная котлета. Ну это как раз вот котлета по-киевски. Да. Там есть еще ветчина. Да, и вот еще ветчина, и в нее замотан сыр. Ну, короче, 150 бат, понятно. Приятного аппетита. Спасибо. Самая большая проблема теперь раскидать этот счет на всех. Мы тут пытаемся понять, потому что счет на тайском. А дай мне двадцатку. Нам же желательно понять, кто что ел. Стобат чаевых, нормально? Да, конечно. Все отлично. Капун кап. Тема, меня интересует один вопрос. Вот это у тебя, что вот это вот за майка такая? А, это эксклюзив. Бородача, это, в смысле, ты? Особый бренд. А где ты взял такую? Мне моя любимая сделала. Да. Хендмейд? Да. На самом деле, бородач не просто бородач, бородач номер один, number one. Просто этот самый, Миша Галусяна, это не он, нет? Нет. Покажи наш бренд. Ага, понятно. Бренд А, конечно. А это что такое? А плюс А. Это у вас свой бренд даже? Да подожди ты, опусти голову. А то ты мне не даешь, вот. Меня зовут Анжелика, а Артема зовут Артем. Логично, в принципе, да. Так получилось. А ты можешь на заказ такие делать? Конечно, на самом деле. Это индивидуально все, на самом деле. Да подожди ты, Тёма, я не с тобой разговариваю. Это самое. Я, конечно, могу сделать для вас, нарисовать что-то, и могу даже как-нибудь привести, показать, какие у меня уже майки есть. Это твои увлечения какие-то или что это? Да, просто делаю для друзей, для любимых. Клево. Такие-нибудь майки, которые символизируют именно их. Надо подумать, слушай, что-нибудь интересное можно будет сделать. Например, с названием канала, или, например, с рекламой Пукета. Да, или, например, можно вырезать две дырочки для сосков, и ты будешь в ней ходить. Да, не вопрос. Вот как прошлое, помнишь? Можно просто подарок подписчикам сделать, например, имя его, например, да, там какое-нибудь. Конечно. Можно что угодно придумать. Это же всё... Надо подумать, хорошо говоря. Handmade. Естественно. Блин, смотрите, какая красота! Куда вы пошли, блин? На фоне красоты! Не, реально круто, смотрите какие шарики, в смысле фонарики, вот эти китайские. да я могу вас снизу вот так тут вообще такие красавчики ладно пошли бухать короче а здесь а здесь аншлаг между прочим тайцев много нам сюда извините да вот здесь музыка играет даже живая надо же нас зовут куда-то это все пиво все пиво это пиво английская чешская бельгийская средняя цена я смотрю вот тут 200 300 до 300 бат то есть грубо говоря чтобы вы понимали вот это все мелким шрифтом вот это все пиво очень много тут короче такая акция как я понял есть вот это вот с 33 cooper берешь и одно тебе дают бесплатно поэтому мы сейчас решаем психотерический гномик он живет дома у некоторых бельгийцев они после работы его лежит а что это который я вам говорил это просто божественное пиво как называется лев есть разные произношения лев лев я его лев и называю как лево короче как мы лепши друг тони меня учил а он всегда блядь артем помогай хотя бы держать но ничего сладенькое пиво как амбирсида я не фанат пиво но могу сразу сказать попробуйся я жду я подожду свое но какое-то оно какое-то странное на самом деле и вот это короче горят тайское пиво как большинство пив ну да равно короче он реально какое клевое место очень красиво кстати да ладно это та самая трубочка как на новый год тебе подарили да 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 и не он чувак сказал что такие трубочки могут стоить до 300 тысяч долларов ну всякие накуренные которые с опытом да и причем трубочки такие стоят которые уже про и прошли уже там у матросов типа там круга светку что них прокурили и на курине трубка тем она дороже при ней надо такого узнала у нас 12 часов ночи и мы закончили с этим баром закончились пивом пиво действительно было очень крутое поэтому если кому-то интересно вот именно хорошая пивнушка такая обязательно сюда приезжайте очень крутое место очень клево этот живая музыка играет иногда иногда просто обычная музыка на вполне нормально короче говоря мы закончили с этим местом и народ собирать ехать в регги бар а мне что-то лениво сейчас мы пока это у нее это на найхар ехать сейчас 12 ночи пока туда пока обратно меня это пиво прибивает как обычно я спать хочу короче я видимо не поеду в регги бар вы собрались на диски пляж следующая наша наша встреча на нудистском пляже подожди секундочку это кодом может это мы съездим с камерой все втроем почему втроем с подписчиками со зрителями и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok